Слышите, я буду рассказывать, что мы поставим на лаванку, какой-нибудь проект международный. Давайте начнем сейчас с лечения международного, тогда мы перейдем на тему освещения. Давайте так, да? Да. Так. Или у вас есть система? Пока. Давайте. Нет, не подойдем. Нет, не подойдем. Все, как-то все равно. Николай Лученков, врач-ординатор, руководитель молодежных программ из центра. Город Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги, если позвольте, я останусь сидеть, может быть близко, если меня, надеюсь, все видят и слышат. Меня зовут Николай Маченко. Можно микрофон? Лучше в микрофон давайте. Да, вот можно в микрофон. Так слышите хорошо все? Во-первых, хотел сказать спасибо большое организаторам, большое спасибо Цветловскому, Центру СПИДа, за возможность приехать к вам, поделиться своим опытом, узнать, что у вас. Меня зовут Николай Маченков, менеджер проектов фонда «Спид.Центр», фонд, собственно, его достаточно известный, вы знаете, портал наш видели, фонд организован был несколько лет назад известным журналистом Антоном Кроссовским. Кроме того, я являюсь ординатором картеинфекционной болезни Сеченовского университета, и темой ВИЧ занимаюсь не только как активист, но также как и врач и ученый, в общем, со всех сторон, что называется. Кроме того, это лето чуть больше, чем 4 месяца завелось проходить интернатуру в штаб-квартире UNAIDS. Это объединенная программа ООН по борьбе со СПИДом, и как раз в отделе, в подразделении Fast Track Departments. Это флагманский проект UNAIDS по противодействию борьбе и ускорению мер с эпидемией во всем мире. Глобальная программа ООН по противодействию ВИЧ-СПИДа в мире запустила в 2015 году, в 2014 году программу 90-90-90. Что это значит? Возможно, кто-то слышал, кто-то не слышал. Я повторю еще раз. Наша стратегия такая, чтобы к 2020 году мы смогли достичь человечества, смогли достичь этих вот цифр. Когда 90% людей, живущих с ВИЧ, знает свой статус, 90% из них получают лечение, и 90% из тех, кто получает лечение, неопределяемая вирусная нагрузка. То есть человек не способен передать инфекцию другому. UNAIDS говорит о том, что при достижении цели 90-90-90 к 2020 году, в 2030 году мы сможем полностью обращаться с ВИЧ-инфекцией как, в общем, угрозой здравоохранения мировому, ну и, наверное, встретить какие-то новые проблемы и заняться решением других проблем. Конечно, как вы понимаете, стратегия крайне тяжелая, тяжело ее крайне достичь. Вот, ну, первые, кто, конечно, смогли приблизиться или практически уже, ну, европейский регион, Западная Европа и Северная Америка, это регион, который практически все страны Западной Европы достигли вот этих вот заветных 90-90-90. Буквально в октябре я находился в Берлине весь, работал в клинике доктора Хайка Эссона, это очень известный, один из ведущих специалистов по ВИЧ-инфекции. И в Берлине, например, за год выявляется не более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции при таком же масштабном введении тестирования, работе и прочее прочее. То есть там ВИЧ-инфекция — это инфекция, распространяющая исключительно в одной ключевой группе, локализованная в рамках очень маленького сообщества и не представляет собой вообще никакой проблемы. Собственно, как и практически во всех странах Западной Европы. ВИЧ-инфекция — это огромная международная организация, которая занимается, конечно... Вообще, на самом деле, важно сказать о том, что ВИЧ, на самом деле, это, наверное, не столько про медицину. Даже я бы сказал, что это вообще не про медицину. ВИЧ-инфекция — это, скорее, про общество. Это про человека именно как часть общества, а не как биологический объект в меньшей степени. Безусловно, UNS в том числе и занимается и разработкой политики, и разработкой стратегии, и введением защиты людей, живущих с ВИЧ и ключевых групп. И, конечно, одна из наиболее пораженных регионов была Африка, как вы прекрасно знаете. Да, это, собственно, совершенно всем дано известный факт, что там, ты представлял, огромную гуманитарную катастрофу на заре 90-х, да, в конце 90-х, до начала 2000-х. Какая ситуация сейчас в Африке? Можешь слушать? Да, я скажу об этом. В данный момент я расположил вот на слайде, здесь не видно, я просто проговорю их. В Западной и Центральной Африке, благодаря совместной работе международных ведомств, конечно, не только UNS, это совместная работа всех структур ООН, всех программ, занимающихся в сфере профилактики и лечения, а также при совместном взаимодействии с локальным правительством, 42% людей, живущих в Западной и Центральной Африке, знают свой статус из живущих, и порядка 35% получают лечение. Казалось бы, это немного, но на самом деле, на самом деле, в рамках вот этих вот стран, в которых была генерализована эпидемия, выкашивающая просто целые поколения, в ряде стран, таких как Пацбана, например, вот, происходит 90-90-90 давно достигнуты. Можно дальше следующий слайд? Да. Дальше... Не-не-не-не, потихоньку буду. Далее, регион Азиатский и Тихоокеанский регион, крайне успешный регион, потому что во многом в Азии очень удачно были приземлены программы профилактики, были очень ран начаты ранние лечения, программы раннего лечения, ну и очень-очень много удачных кейсов, которые были внедрены в этом регионе, которые можно обсуждать в рамках моего мастер-класса, как раз буду рассказать про успешный опыт профилактических программ. Дальше. И вот на данный момент в мире сейчас, то есть, говоря про Африку, мы понимаем, что во многих странах африканских ВИЧ-инфекция, но эта ситуация, если не побежденная, то, по крайней мере, контролируемая. Достигнуть они смогли не только профилактическими мерами, но и такой концепт, то есть, что таблеток должно быть столько, вот этого антиретровирусных препаратов столько, чтобы просто можно было вот спокойно взять в каком-нибудь пункте и начать лечение. Их должно быть не просто много, терапии должно быть не просто много, терапии должно быть очень много. И только в таком случае возможно вот приближение к этим цикам. Два проблемных региона сейчас остаются. Ближний Восток, Северная Африка. Очень проблемные регионы. Потому что, во-первых, в связи с, ну, рядом военных локальных конфликтов, большим неравенством, уровнем дискриминации, от которого, кстати, очень сильно зависит и распространение эпидемии. И второй регион, это, конечно, Восточная Европа, Центральная Азия, наш с вами регион. Вот, можно последний слайд? Нет, последний. Здесь. Ну, в Восточной Европе, Центральной Азии, на самом деле, у нас с вами есть большой успех. Мы больше всего тестируем. Россия может гордиться, по крайней мере, уже только тем, что тестируем мы больше всего в мире. Так как тестирует Россия, больше тестирует никто не тестирует. Ну, хорошо это или плохо, здесь тоже можно обсуждать, в большей степени, наверное, хорошо. Вот. Но, однако, у нас большой провал с лечением. Доступом лечения. Вот, если я не ошибаюсь, по последнему отчету Нездрава, у нас из всех людей, получающих лечение, получают только 27%. Достичь, ну, это... Тридцать два. Тридцать два. Тридцать два? Ну... По прошлому году. Двадцать семь. Просто надо смотреть, сколько мы закупили схем, на сколько человек. Вот мы закупили на двести семьдесят тысяч. То есть, от миллиона в двадцать семь процентов. Сможем ли мы достигнуть девяносто процентов к двадцатому году, у меня очень большие сомнения, к сожалению. К сожалению. Вот. Но очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Ну, при том, что не каждому человеку. Ну, конечно. Нет. Нет. Препараты... Давайте говорить о том, что сейчас в цивилизованном, развитом медицинском мире принято считать, что лечение надо начинать с момента выявления. Это принятая стратегия всех ведомств международных и всемирных организаций здравоохранения, и UNAIDS, и ООН, и всех, кто занимается, собственно, этой проблемой. Давно признаны. Лечение надо начинать с момента постановки диагноза. Это четко и понятно. К сожалению, я понимаю, что многие коллеги со мной не всегда сядут, что не хватает денег. Да. Но это, опять же, не проблема доктора. Как доктор, я знаю, что если бы у меня была возможность, я бы каждому пациенту обеспечил доступ к максимально хорошей терапии. Как доктор. Если мы посмотрим вот на другую статистику, да, вот еще одну, на следующий слайд, да. Я приближусь немножко уже к завершению своему. Что такое, в общем, FastTrack? FastTrack – это программа, которая была, UNAIDS призвала страны, ряд стран, подписать декларацию о том, что мы соглашаемся на выполнение ряда мер по ускорению предотвращения эпидемии. Подписала порядка 17-18 стран. Россия является одной из FastTrack стран. Должен сказать, к сожалению, никаких обязательств особых мы на себя не брали. И активно в FastTrack программе мы не участвуем. Так же, как и наши коллеги из Соединенных Штатов, между прочим. Однако те страны, в которых активно ведется реализация проектов FastTrack, мы увидим значительное улучшение ситуации. Или Сота, которая достигла сейчас 90-90. Вот так далее. Есть еще программа FastTrack Cities. Аналогично. То есть приземление программы FastTrack со стороны на город. Мне кажется, было бы прекрасно, если бы однажды первым городом в России стал FastTrack городом, стал бы Екатеринбург. Но мне кажется, это было бы здорово, чтобы первый город в стране, который является членом FastTrack стратегии, стал FastTrack City. Это было бы прекрасно. И это было бы большое движение вверх к победе над эпидемией. Спасибо. Я предлагаю тогда вопрос, если они есть, Николай, да? Николай, скажите, пожалуйста, ну вот мы сравниваем Африку и Россию, и мне кажется, это подходит неправильно. Ни по тем пациентам, которые лечатся, ни по путям передачи. На каком проценте инфицирования населения Африка начала вирусную терапию? Давайте говорить о том, что начинали мы лечение в Африке не на проценте, а начинали мы в 90-е годы, когда доказательная база была недостаточная. Сейчас мы имеем четко доказанные исследования, мы имеем передовые препараты, которые показывают, что раннее начало лечения является прогностически благоприятным фактором для дальнейшей жизни человека, живущего с ВИЧ. Поэтому то, что как было, как это вводилось в 90-е, это не актуально, с участием до 2017-й год. Я только за стратегию 90-90-90, хотя фигура получается не очень красивая, если женское движение. Но тем не менее, я только за, и как врач, и как женщина. Но если мы сравниваем Африку и Российскую Федерацию, то Африка начала в принципе подходить к терапии в 90-е годы, когда процент инфицирования населения, процент распространенности, не пораженности, распространенности, было сколько процентов? Согласно классификации. Он был 12, 18, 42, и вот тогда эта программа была принята. Я люблю свою родину, и поэтому я согласна с этой полемикой, с этим принципом, но в Российской Федерации пораженность сейчас 0,6. Но предлагаете подождать? Нет, я не предлагаю подождать. Я хочу сказать о том, что вот сейчас та программа государственной гарантии, которая принята, и стратегия государственная, она говорит о том, что мы идем полномерно, ну может быть не так быстро, как Африка, но с другого процента инфицирования. То есть у нас, ну подождите, у нас есть люфт, когда мы можем это реализовать. Я полностью согласна, но стратегия прописана к 2020 году. Я бы хотела питать мечты, что на самом деле при финансовой поддержке определенной и понимании, что это необходимо делать, так оно и будет. Но тем не менее, стратегии, подписанные правительством, это записано. Просто когда мы говорим о том, что Африка такая молодец, и помогали многие, это раз, но я думаю, мы справимся с вами. Да, это действительно. И второе, такие проценты инфицирования, вот выкашивали, я с вами согласна, когда вы говорите об этом. Но у нас нет выкашивания, мы начали при 0,6 процентах пораженности. Они начали при 40 процентов, а каждый второй. У них выхода не было. Мы идем планомерно. Мы сами-то лежали, как бы, лето, и понимаем, что любые вопросы централизации и закупок, и всего остального, они имеют и плюсы, и минусы, но... Если стратегия сбудется, я надеюсь, что у нас будет, будут чиновник, надеюсь, что 90 процентов... И вот эти временные сроки уложатся? Не уложимся во временные сроки, не будет у нас в России к 2020 году, 90-90, как бы я не хочу, не будет такого физически. Но вы поймите, даже здесь проблема в том, что нам столько денег у страны нет, чтобы завтра закупить хороших схем на 90 процентов людей, живущих с ВИЧ. Но это... и это нормально. Другое дело, что мы... Не минфин, не минэкономики. Прошу прощения, можно я прицепить? Нет, потому что, ну, я, во-первых, должна удалиться у нас, приехал Альберт Клиханов, выдающийся человек, который Российский детский фонд возглавляет много лет, и поеду его чествовать. Хочу поблагодарить вас за участие, за то, что вы приехали и сразу с корабля набалать сюда на эту дискуссию. Ну, и хотелось бы несколько акцентов расставить тоже в этой дискуссии. Все-таки Зимбабве, Мозамбик и Босвана – это государства, которых самая низкая продолжительность жизни, 35 лет в мире, на всей земле. Действительно, там была эпидемия, которая носит самый крайний характер. Да, по классификации ВОЗ есть пять категорий у нас в себе, но там это была самая пятая высшая степень. И действительно, тогда мировое сообщество и глобальные фонды, они все подключились для этой работы. Всем миром, вся земля собрала деньги и туда бросили на эти вещи. Хотелось бы вот акценты расставить. Все-таки задача государства – обеспечить жизнь, сохранение жизни. Есть гарантии, которые бюджет берет на себя. И есть обязательства каждого человека. Есть возможность закупить самые лучшие препараты, если ты страховку оплачиваешь, если ты сам собираешь и аккумулируешь какие-то средства для того, чтобы свои риски, как говорится, подстраховать на случай какой-то серьезной болезни. Поэтому вот у нас даже дискуссия, которая была в рамках круглого стола, мы как раз об этом говорили. Что государство должно обеспечить большинству ВИЧ-инфицированных, выявленных граждан гарантии жизни. Вот чтобы мы, по крайней мере, сохранили жизнь этому человеку. Все остальное, что называется, любой каприз за ваши деньги с развитием. Конечно, мы выделяем те категории, которые требуют дополнительных схем, современных схем. Там, где критичная ситуация, угрожающая жизни, там действительно тогда тратятся дополнительные средства, выбираются наилучшие препараты и так далее. Есть тактика, я тоже кандидат медицинских наук и занималась инфекционными болезнями. Ваша коллега занималась такой загадочной болезнью, как лаймбор и лиоз. Это спирохитоз, вы, наверное, знаете, вызываемый укусом клещей. И в процессе изучения там тоже была такая мировая дискуссия ученых о том, что нужно при укусе клеща обязательно риск инфицирования, профилактировать антибактериальной терапией. Либо в момент выявления антител в баррелии, при нарастании антител, либо только в случае, если есть клинические проявления. Эта дискуссия не закончилась до сих пор среди специалистов. Поэтому, наверное, это тема еще дальнейшего изучения. И мы будем стремиться, безусловно, профилактировать развитие инфекции вмешательством антиретровирусным при постановке диагноза, при выявлении этого вируса агента. Хотя мы на иммунную систему тоже упываем. И есть случаи, мы знаем, без медикаментозного излечения, хотя они такие эксклюзивные. Но все-таки, как задачу глобальную мы ставим обязательно обеспечить минимальным вот этим набором антиретровирусных препаратов за бюджетные деньги каждого человека, нуждающегося в этом в соответствии с показаниями. Вот этот все-таки момент хотелось бы тоже проговорить. Ну и большую роль все-таки мы отводим как раз профилактики, профилактическим мероприятиям и формированию самосознания, формированию общественного мнения, формированию неприятия определенных форм и поведения человека, которые создают риски заражения. Вот мне бы хотелось, чтобы мы тоже в едином ключе эту тему понимали и продвигали. И еще раз хочу поблагодарить за участие всех присутствующих здесь. Огромное вам спасибо. Мы не Африка. Как это там? Мы не Африка. Мы же не Африка. Меня попросили рассказать про опытах. Спасибо огромное. Я поднял Россию с Африкой, это некорректно. Совершенно верно. Я отвечаю даже не вам, а вот комментарию молодого человека, поэтому я и решила все-таки прокомментировать и сравнить. Продолжительность жизни у нас в Российской Федерации, к сожалению, не самая высокая в мире. Самая высокая 83 года. Это Япония, это несколько средиземногорских стран. Но у нас все-таки 70 и 71 год. Не 35, как в Мазарбегии. А можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Ну, это одна из причин. У них стратегия номер один. Это как раз борьба с инфекционными болезнями. Если Россия сегодня с неинфекционными болезнями борется, а развитые страны мира, как мы их называем, за качество жизни уже борются, то Африка все-таки еще в первой стратегии борьба с инфекционными заболеваниями. Можно вам вопросик задать? Вот если лекарства на 27%, да, я поняла, покупаются. Россия. Да, то какой выбор, кому именно эти лекарства достанутся? Есть какие-то группы, которым в первую очередь, или как вообще выбирают, кого лечить, а кого не лечить? Ну, понимаете, 27% это наши эксперты посчитали от общего количества, от миллиона двухсот тысяч, правильно, да? Я понимаю, что сегодня 27 или там 32. Ну, я правильно поняла, что всех не удастся полечить, да? Не удастся. А кого тогда в первую очередь лечат? У нас, Анжелика Сергеевна расскажет, у нас есть приоритеты, безусловно, да, дети, беременные женщины, это те, кто обязательно подлежает антиретровирусной терапии. Кроме того, у нас есть выявленные и невыявленные случаи. По Свердловской области сегодня обеспеченность очень высокая. Ну, практически 50%. И у нас на сегодняшний день даже небольшая задержка, там, эстренные меры, и даже за счет средств областного бюджета были приняты дополнительные меры, чтобы выделить эти средства и обеспечить всех, кто нуждается. У кого действительно угроза жизни есть сегодня, понимаете? То есть, если вот вирусная нагрузка высока, но более, конечно, квалифицированно и компетентно может ответить Анжелика Сергеевна. Спасибо. Давайте поблагодарим Елену Лайковскую, первую. Спасибо. Еленю Эдуардовну? Да, Елена Эдуардовна. Еще и нет. Да, добрый день. Мы встречались, я эксперт общественного пола. Значит, вот, мне бы хотелось в вашем первом выступлении вы говорили о том, что профилактика школьных учреждений, в детских садах, вот, по профилактике спит. Ну, эти программы мы как бы не видели, ни родителей, ни общества не видела. Вот, хотелось бы узнать, а насколько с профессиональным сообществом, с Министерством образования, с искусствами, есть лицензии этих программ? Где их можно подчеркнуть? Конечно, конечно. Спасибо за вопрос. Обязательно любая такая инициатива, любая программа, она, во-первых, конечно, проходит сначала профессиональную экспертизу, и она только совместно с Министерством общего профессионального образования при согласовании с Минобранауки Российской Федерации была разработана и внедрена. И она, безусловно, у нас в составе нашей комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции находятся общественные организации, некоммерческие организации, представители равных консультантов и родительское сообщество, люди, которые помогают ВИЧ-инфицированным. Вот со всем сообществом, и с родительским, и с общественными организациями эти программы были согласованы, они были презентованы, обсуждены, они были разосланы предварительно всем для общественного обсуждения, и на комиссии они были утверждены. Спасибо за вопрос. Мы утверждены приказами нашего Министерства здравоохранения, Министерства образования 1 декабря 2011 года, и образование отчитывается по этому приказу. Спасибо за вопрос, это очень важная тема. А ты кем отчитываешь? Мы приглашаем. Перед Министерством образования, внедрением, это факультативная программа двухчасовой внеплата. Да, конечно. Факультатив, да. Спасибо большое. Я согласен. Да, Елене Говардовне, большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Да, конечно.